Я набрал около 10 килограмм. Я был вообще не в состоянии, но мне нужно было выйти, потому что я обещал. Приехал поддержать меня в такой трудной ситуации, когда многие отвернулись от меня. Мачаев на БЖЖ потерял сознание. До этого на тренировках, я знаю, еще до московского турнира сознание терял. И моя задача была попасть хорошо. Принципиально доказать им, что я что-то стою. Человек, который стоит справа от меня, в представлении нуждается. Вы кучу раз видели его в наших выпусках. Марат Балаев. Марат, поздравляю с очередной победой. Это было очень круто. И знаешь, я думаю, что очень многие уже в тебя не верили. 42 года предыдущий бой. Но ты сейчас показал, что ты кроме того, что можешь побеждать, ты еще можешь развиваться. И то, что ты сделал огромный прогресс в ударке на руках, это было гипер круто. И по традиции расскажи, что у тебя сейчас там бушует внутри. Какие эмоции? Ну, многие мне говорят почти каждый день, что пора завязывать. Сегодня даже на турнире многие мне поклонники говорили, что зачем тебе это надо? Войди, говорят, отдохни вон туда-сюда. И я им всем говорю, я не знаю, зачем мне это надо. Во-первых, я не хочу уходить на такой ноте. А во-вторых, я чувствую в себе силы. Я чувствую, что могу показывать красивые бои именно. Ну, где-то какие-то моменты со здоровьем мне это... Вот сейчас у меня получилось проскочить немножко. Не скажу, что на пик я вышел. Но какие-то тяжелые нагрузки перенести. И я был немножко в форме и готов был на три раунда. Все-таки это не пять раундов. И плюс, все заслуги не буду себе приписывать. Все видели, что Мачаев на БЖЖ потерял сознание. До этого на тренировках, я знаю, что до московского турнира сознание терял. И моя задача была попасть хорошо. И он должен был поплыть, что и получилось. И в любом случае, это лотерея. Я ему желаю всего наилучшего поправляться. И чтобы он обратно вышел на победную колею. Все равно это лотерея. Я попал, я выиграл. Он тоже мне попал. Чуть сильнее бы попал, он бы выиграл. Сегодня я оказался сильнее. Завтра, может быть, по-другому. Это такой спорт. Что с этим не сделаешь. Марат, каждый раз, как я тебя видел до боя, за день, за два, ты всегда выглядел очень тяжело. Потому что у тебя всегда одна из самых таких тяжелых весогонок среди спортсменов. Но в этот раз я видел, что ты достаточно хорошо выглядел. И после, сразу же после взвешивания контрольного, ты уже хорошо набрал, уже был в румянце. Они, как обычно, с провальными щеками. Расскажи, я правильно заметил, что весогонка в этот раз прошла очень хорошо. И сколько ты набрал веса? Я набрал около 10 килограмм. Вес я в этот раз, в прошлый раз, я абсолютно был не готов к бою. После такой сгонки просто было принципиально согнать вес. Когда я согнал этот вес, сделал невозможно. Я уже был доволен тем, что я не сдался, сделал вес. И вышел на бой, потому что мне нельзя было уже не выходить. Я был вообще не в состоянии. Но мне нужно было выйти, потому что я обещал. В этот раз я начал все вообще по-другому. Мне помогал мой медицинский врач, друг мой. Помогал в этом деле, в диетологии, во всем их делах. Сейчас здесь, когда я приехал, краснодарские ребята помогали мне. Хитогоров Рустам здесь был. Ребята с клуба Виктори, здесь местные, они у меня на сборах были. То, что они организовали, это доставку в фитнес-хаус обратно, протирали меня целый день пот, помогали мне. Это слаженная команда, она мне не дала сильно утомиться. И я был в состоянии прекрасном, вообще просто прекрасном. Я так никогда не сгонял вес. Они меня спрашивают, я перед боем еду, что бы не биться. Так, можно биться, не вообще запросто. А так, спасибо Олегу Малиновскому, это прежде всего его заслуга, ударка на нем. Олег Малиновский, это Вальд Вариус, клуб в Питере. Мы стабильно все ходим к нему. Спасибо Ставелину Моисеевичу, приехал поддержать меня в такой трудной ситуации, когда многие отвернулись от меня. Спасибо моей команде, Мотиватор Тим. Спасибо клубу Белые Волки, где базируется Мотиватор Тим. И второй клуб, Фокс Файтинг Скул, где тоже базируется мой клуб, где мои ученики, о которых я должен был сегодня подать пример, не отступать, не сдавать. У тебя получилось точно. Это я об этом думаю, что за мной смотрят ученики, они сейчас все у экранов. И мне нужно было показать, как это делается. Не в смысле того, что вырубают людей, а в смысле того, что нужно идти до конца, как бы не было плохо. У меня еще два вопроса, нас уже подгоняют, тут все было бы больше. Следующий вопрос такой, это была очень крутая заявка, пояс 65 сейчас вакантен. Значит ли это, что ты опять на него претендуешь и в следующем бою заходишь его получить? Я скажу, меня сейчас особо не тянет на пояса. Мне тянет принципиально, когда я увидел многих людей, которые от меня отвернулись, принципиально доказать им, что я что-то стою и не уходить на такой ноте. И то, что горит у меня внутри, я чувствовал, что я могу что-то еще показать для зрителей, именно шоу какое-то показать. Потому что я выхожу в борьбе, в дыхалке, ну, меня не могут переиграть в зале. И из-за этого я делал вывод, что во мне есть еще порох, порохорница. А 42 года это только у кого-то в уме. У меня 26. Мне 26. Ну, вот так. Еще раз мочаю его здоровье, пусть поправляется. Это спорт, ничего личного. Дай Бог, чтобы все было у него хорошо в дальнейшем карьере. И последний вопрос, хочу заключить им. У тебя сейчас куча учеников стали выступать и в М1, и в всяких там маленьких питерских турнирах, там, Л1, и в других тоже организациях. Расскажи, как это все происходит? Это сейчас прям вся вот эта команда, ты тренируешь ребят у себя в клубе, или это просто у вас общие какие-то тренировки? Нет, они у меня в клубе, ребята. Они просто, как бы, у меня это затруднение в том, что я сам тоже готовлюсь, но они со мной. Вот сейчас я набаривался в борьбе с своим учеником, с Ираклием Каличао, как его, Ираклий Кучухидзе. С ним набаривался очень хорошо борется. То есть у нас свой костяк бойцов, свой костяк сборная, там, человек 6, которых я не могу бросить в любом случае. Мне нужно было ехать на сборы, я не поехал специально на сборы, чтобы они со мной вместе набаривались. И я их готовлю, все там идет по профессиональному уровню, без вливания денег, без помощи, без ничего. Стараемся тянуть, вот сейчас заработаю денег, помогу ученикам своим в чем-то, кому-то что-то купим, что-то как-то поделимся тоже. Марат, ты большой красава, поздравляю тебя. Поздравляю тебя, это Марат Балаев, и кто-то еще ноет, что ему поздно приходить в зал, посмотрите на этого человека. Он мотивирует всех вас, фанатов ММА. Смотрите Вестник ММА, следите за Маратом, мы не спрашиваем про план на бой. Друзья, еще больше интервью с лучшими российскими бойцами ММА можно найти на нашем канале. Кроме того, вас каждый день там ждут свежие новости, обзоры, инсайды, репортажи с турниров и еще много чего интересного. Так что подписывайтесь обязательно на канал Вестник ММА, и не забывайте ставить лайк под каждым видосом. Ну и комментарии, если хотите нас порадовать. А еще, если вам нравится то, что мы делаем, будем рады донату на новый микрофон. Ведь тот, что так часто в кадре, не наш, а арендованный. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!